Мы те, которые в благодати Божией последовали богочестимым догматам и следуем всему, что есть единый святой кафолический и апостольский церкви, веруем в что? Единственный путь для спасения людей – это вера в Святую Троицу, делая учение Господа нашего Иисуса Христа, продолжаемого в Его теле, Святой Церкви. Христос – это единственный истинный свет, но существует много света для того, чтобы нас просветить. Нет много имени, которым мы могли бы спастись, ибо нет другого имени под ним данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Все другие веры, все религии, которые не признают и не исповедуют Христа, уплатив пришедшего, являются измышлениями людей и делом дьявола. Они не ведут к истинному богопознанию и возрождению в Боге через крещение, но вводят в заблуждение людей и ведут их в погибель. Мы, христиане, верующие во Святую Троицу, не имеем однако и того же Бога с другими религиями, в том числе с так называемыми монотеистическими религиями – иудаизмом и мусульманством, которые не верят во Святую Троицу. Основанная Христом Церковь еще 2000 лет тому назад, ведомая Святым Духом, пребывает твердой и неуклонной в том, чему была научена Христом, и переданной апостолами и сохраненной Святыми Отцами и Спазительной Истине. Не сломленная жестокими гонениями от иудеев в самом начале и от идолопоклонников в последующие первые три столетия, в Церковь Христова явила множество мучеников и вышла победительницей, доказав свое божественное происхождение. Как замечательно говорит святитель Иоанн Хлатоуст, «Нет ничего, человек сильнее Церкви. Если ты воюешь с человеком, то или побеждаешь, или бываешь побежден, а когда воюешь с Церковью, то убедить тебя невозможно, потому что Бог сильнее всех». После прекращения гонений и торжества Церкви над внешними врагами, то есть иудеями и идолопоклонниками, приумножились и усилились внутренние враги Церкви. Появились многочисленные ереси, которые старались извратить и исказить переданную веру с тем, чтобы верующие люди впали в смятение и чтобы у них ослабло доверие к евангельской истине и тому, что передано. Садитель Василий Великий, делая схематический набросок состояния в Церкви, которое было создано ересью Ария и господствовало в Церкви при помощи административных мер в течение 40 лет, говорит, «Пренебрегаются догматы отцов, уничтожаются апостольские предания их, в Церкви получают силу изобретения нововодителей, люди только хитрословят, а не богословствуют, мирская мудрость берет первенство, отринув похвалу креста, пастыри изгоняются, а на их место вводятся волосы тяжцы. Расточающее стадо Христово» То, что случилось с внешними врагами верованиями, то же случилось и с внутренними еретиками. Церковь через великих и просвещенных святых отцов определила и утвердила православную веру на поместных и вселенских соборах по конкретным спорным учениям, а также в согласии отцов, консенсус патрум, по целому ряду вероучительных вопросов. Мы находимся в большей безопасности, когда следуем святым отцам и не смещаем границ, которые они установили, сообразуясь со святыми отцами и не передвигая границ, которые установлены нашими отцами. Вот то, что составляет твердый путь и предохраняющий клапан православной веры и жизни. Субтитры создавал DimaTorzok